Добрый урод, заслуга каждого агрария. Сегодня старшин гомельского облаканка Магинац Соловей веншавау экипажи-тысячники у Лельчицким районе. Международное супрацовництва, региональное отделение Хандлёво-промысловой палаты проставило справоздачу о быниках работы. Свято спорту и молодости. Завтра областные центры приме перший этап Кубка Белорусской Федерации Биатлона. А зараз об гэты меньшим, больш подробязна. Надбор я не спрыяла, але зерня будзе больш. Такими прогнозами на сё летний ураджай поделился старшиня гомельского облаканка Магинац Соловей. Сегодня губернатор принял удел во ушановывание экипажа-тысячников на сельхозпродприемстве Новая Нива Лельчицкого района. Об сельско-господарчих планах и умовах працы агрария сюжет Марины Джалой. Высокий выник на рахунку экипажа Сергея Лося и Степана Лознюка, Игоря Заразаки и Анатолия Казаченки. Водителями-тысячниками стали Артём Фицнер, Валерий Саученко и Андрей Куцев. Не первый год на комбайне. Всегда так вроде нормально работаем в лидерах постоянно, но первый год набрали тысячу. В этом году у нас погодные условия такие хорошие повлияли. Зерно налилось. В моём лидерстве весь коллектив принимает участие. Они набирают, молотят, я перевожу. Как завершить жниво у Лельчицком районе, потребный ещё ты день. Тут уже намолотили свыше 16 тысяч тонн сборжа. Это перевышает летошний выник. Усяго на палетках района плануют собрать сборжа на треть больше, чем у 2018-м. Уроджайность шакается на 7 центнеров с гектара больше. Невзирая на погодные условия, коллективы механизаторов, водителей в этом году подобраны достойные. Хочу их поблагодарить за эту работу, за трудолюбие, за ту работу, которую они сегодня проводят. И каждодневный кропотливый труд. Усяго у господарка Гомельщины 34 экипажа намолотили свыше тысячи тонн зерня. И два – больше две тысячи. Перевезли свыше тысячи тонн больше 90 водителям. С выше 70% площадь от введенных подзерни в эурогионе уже убрали. На Молодск лауамаль 540 тысяч тонн сборжа. Летость у такую пару было на 100 тысяч меньше. Позиция Гомельского обесполкома и профсоюзных организаций направлена на то, чтобы не входить мимо людей, которые сегодня непосредственно заняты в производстве. Потому что они вносят весомый вклад в наш каравай. Не только в хлеборобном деле, но и в других направлениях, которые необходимы. Сегодня, чествуя наших тружеников, механизаторов, комбайнеров, водителей, мы в первую очередь выражаем слова благодарности за их труд. Труд, который сегодня необходим для того, чтобы собрать урожай, тот, который выращен на Гомельской земле. Да, есть определенные проблемы у нас, которые мы сегодня имеем в области производства зерна. Да, мы выходим на уровень, больше уровня прошлого года. Будем иметь в этом определенные показатели и определенные выше производственные показатели, и тоже и валом сборы. Поэтому задача, которая стоит на следующий год, конечно, нарастить. И позиция сегодня в госполкома – это совершенствование системы земледелия, совершение системы севооборота. Это уже вопросы рассмотрены, и на сегодняшний день они требуют реализации. Люди у нас есть, потенциал у нас имеется, поэтому нужно просто его реализовать. Серьезные сподевания на кукурузу. Але зно уже смелые разлики в умовах, зменливого настрою на дворе, робить рызыково. Разом с тем, селета отрималась повеличить площадь, отведенная под эту культуру. 100 тысяч гектаров суперть 60 леташних. При исприяльных умовах с этой территории можно будет отримать коля полмиллиона тонн зерня. Марина Джалая, Валерий Гопанько, Злельшицкого района. Держзаказ по сдаче сбожи в регионе выконаны больше, как на полову от доведенного задания. Аграры поставили на элеваторе маль 70 тысяч тонн. Дмитрий Котов наведал предприемство «Калинкович и хлебопродукт» и доведался, как ведется контроль за якостью и забеспечивается заховывание нового уроджаю. У супрационников предприемства «Калинкович и хлебопродукт» зараз, как и у механизаторов, гаража пора. Господарки привозят опошние центнеры собранного уроджаю у кошт держзаказу. За сутки тут примают коля 2 тысяч тонн сбожжа. Это приблизно 100 машин. Режим працы круглосуточный. Напруженные умовы не отменяют строгих потребований по якости. У любой час обовязковый жорсткий контроль. У лаборатории проверяется вильготность, отсутность шкодников, смеття, отповедность колеру и паху. Мы распределяем уже, куда отправлять. Сухое, средние сухости, влажное, либо сырое. И уже доводим до кондиций. Бывает, на продовольственные показатели зерно не проходит. То есть мы принимаем его хорожом. Хорожу более, скажем таки, пониженные требования по показателям качества. Предприемство обслуговывает переважно Полесские регионы. Ельский, Петриковский, Лельшицкий и Житковицкий. Але некоторые культуры, в залежности от их наявности в господарках, могут привозить из инших районов. Умешальность элеватора 64 тысяч тонн. Зараз он загруженный на 60%. В любом случае урожай лучше, чем в прошлом году. Качество в начале уборки было получше. Сейчас пошло немножко похуже. Пошло больше в урожа. Доведенный план поддержки заказа для предприемства 23 тысячи тонн зерня, пшеницы и жита. Задание выконано приблизно на 70%. По разликах аграриям необходимы еще колеса меден. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» с Калинковичем. Представники мясовых уладов завтра откажутся на звонки граждан. В эту суботу снова пройдут прямые линии. В Гомельске облыканками звороты будет принимать старшиня областного совета депутатов Катярина Зинкевич. Номер телефона в Гомеле – 33-12-37. Промая линия работает с 9 до 12-1. В этот час на связи будет наместник старшины Гомельского гарвы Канкама Сергей Андреев. Номер телефона – 51-45-58. Гандлево-промысловая палата Гомельской области – самая активная среди других регионов. В Громадскокультурном центре пройшел сход, на яким представили справоздачу объявленности. Такие встречи проводятся разу три года, тому огученная информация отрималась объемной и грунтовной. Наши корреспонденты с подробностями. Сход – важная подея, которая ладится на передании 11-го съезда Белорусской гандлево-промысловой палаты. И он пройдет к остричнику. По 200 выники работы за последние три года – значит, заразуметь и окрухаться далей. Проанализовать, какие напрямки будут больше эффективными и пленными. Зараз региональное отделение «Майя Амаль-150» – погоднение об супрацовнестве с гандлево-промысловыми палатами и бизнес-ассоциациями 30-ти краин света. Очень важно услышать от конкретных субъектов хозяйственных, от тех людей, которые, возможно, не попадут непосредственно на съезд, потому что это участие делегированное, то есть будут конкретные делегаты от определенных групп хозяйственных субъектов. Но сегодня есть возможность действительно сверить часы, уточнить, каким курсом мы идем, правильно мы развиваемся и достаточно ли мы предпринимаем усилий для того, чтобы достичь эффективного результаты. Умовы рынка у света меняются вельми худко. Поспевать за изменами, быть актуальными и запотребованными складано, але это тримая в тонусе. Основный импортер товара в Беларуси – по раннейшему Россия, але и тут есть махчимости для поширения рынка в сбыту. У приватности активизовать продаж за Урал. По Кульжа, сирот стратегичных партнеров Казахстан, больше уполненные десупрацовництва с Молдовой, освоиваются рынки Хорватии и Индии. Три основных направления мы сейчас реализуем. В принципе, как и вся Белорусская торгово-промышленная палата, сертификация, которая является нашей монопольной услугой, оценка с экспертизой, не связанная с сертификацией, и внешнеэкономическая деятельность. В принципе, все три направления у нас в этой трехлетке, за которую будем отчитываться, прошли очень динамично. Все сохранили свою позитивную, положительную динамику роста, что нас радует. И в этом году, тоже начиная очередной наш трехлетний этап, мы начинаем тоже с хорошей динамикой, везде прирастая. Гомельское отделение Белорусской гандлево-промысловой палаты объеднуло ВСВ-360 ведущих предприемств и организаций региона, представников буйного, среднего и малого бизнеса, которые вырабляют больше 80% промысловой продукции региона. Серот членов палаты – Беларусьнафта, БМЗ, Мазырский нафтоперопрацовщий завод, Гомсельмаш и многие другие валаутворальные в творчестве. Марина Джалая, Сергей Негеревич, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Яны формируют простору. 11-го жнивня в Беларуси означает «День будовника». На переддень профессийного свята в Гомеле отбылся урочистый сход. Такие мероприемства – это в первую очередь приемные встречи. Особливо для тех, кто отправился на заслуженный отпочинок. Людям, которые 10-ти годы работали поруч, за все, где есть, об чем поговорить. И не только вспомнить былое, а и поделиться поглядами на работу своих сучасных коллег. Тые, до речи, традиции попередников помножают и выполняют поставленные передголиной задачи. Это профессия сложная, трудная. Если ей отдаваться от начала и до конца, то и результат будешь видеть. Мы сегодня, каждый из нас по городу идя, может спокойно на одной улице назвать десяток объектов, у которых участвовало строительство. Не говоря об районных центрах за пределами республики Беларусь, мы много строили. Мы ввели очень важные и ожидаемые объекты. Построена лыжеролинная трасса, она начинает в субботу свою работу принимать участников чемпионата. Многие объекты Петриковской зоны, которые тоже очень важны, инфраструктура развита под то жилье, которое строится в этом регионе. Выполнено задание по воду жилых помещений полугодовое. Ну, я думаю, что год мы тоже выдержим. Сосыны гучают шматлики о веншаванне. Лепших супрацовников Галинны узнагородживают подяками и гоноровыми грамотами. Шесть человек отримали нагрудные знаки за заслуги у будовництвия. Нагадаем, зараз на территории Гомельской области проходит республиканское профилактичное мероприемство «Дзержтехагляд». На дорогах проводятся рейды по проверце наявности допуску машин до руху. Автомобили с не сдавальняющим внешним выглядом и явными прикметами техничной несправности зауважают навод пешаходы. А кольки ярче транспортных сродков выезжают на дороги в области без техагляду и подвергают себе и инших удельников дорожного руху небеспеции. За семь месяцев этого года на Гомельщине за отсутность документов об пройденном «Дзержтехаглядзе» до отказности притягнуты больше, как 46 тысяч автоуладальников. Госавтоинспекция напоминает, в соответствии с частью 5 ст. 18.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, водители, управляющие транспортным средством, в отношении которых не выдана допуск к участию в дорожном движении, будут привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. В случае повторного нарушения данный штраф вырастет от 2 до 5 базовых величин. Дарыши только за одни сутки в регионе выявлено 186 порушений УПДД с боку водителев, автомобилей, яких не имели допуску до отделу у дорожным руху. Майстр-класс от зорки биатлона, шматгадовый лидер сборной России, двухразовая олимпийская чемпионка и трехразовая чемпионка свету Вольга Зайцева сегодня поделилась об опытом с подшинающими спортсменами. На рахунку спортсменки 8 медалей чемпионата у свету, 75 медалей у Кубка Европы, а так само малый кристальный хлопу с 2005 года. А кроме представницы России, на пытанье подшатковцев отказывали шматгадовая чемпионка мира по летнем биатлоне Вольха Назарова, шматгадовая чемпионка Европы и свету Олена Зубрылова и олимпийский чемпион Александр Попов. Для юных спортсменов размоваясь с биатлонистами такого узроуню – важная подея. На майстр-класс собралися коляста биатлонистов, и они задавали пытанье про первые перемоги и поражение по отрымку батьков и знаемство с кумирами. Самые активные отрымали у подарунок книги до 60-ти годзе белорусского биатлона. Очень для детей прекрасное место. Хорошо, что ее сделали. Хорошо, что развиваете биатлон в своих областях. Это хорошая идея. Не завидно, а я на заметку себе тоже что-то смотрю, чтобы у нас такие штребища тоже можно было построить в городе Москве. Это и другие новинные вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Несоблюдение скоростного режима стало причиной ДТП в Гомеле. Инцидент произошел ночью. 24-летний водитель на автомобиле Ниссан Альмера двигался по улице Богдана Хмельницкого. Превысив скорость, не справился с управлением. Сначала машину выбросила на полосу встречного движения, а после на тротуар, где она столкнулась с осветительной опорой. В результате пострадала пассажирка. 25-летняя девушка с телесными повреждениями была госпитализирована. Водитель, к слову, не имел удостоверения для управления автомобилем. Накануне зафиксированы еще два ДТП. В обоих случаях пострадали несовершеннолетние. В городе Мозырь и в Мозырском районе были совершены наезды на деток, мальчиков, которые передвигались по пешеходному переходу. В городе Мозырь ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. В это время водитель автомобиля, предварительно заканчивая маневр, двигался на запрещающий сигнал светофора. Был совершен наезд на ребенка. В Мозырском районе отец высадил ребенка возле края проезжей части. Ребенок по пешеходному переходу перебежал дорогу. В этот момент автомобиль, который двигался в попутном направлении, совершил наезд на ребенка. Дети с ссадинами и ушивами были доставлены в больницу. В данный момент проводится проверка. К обоим водителям, вероятнее всего, применит административное взыскание. Получили по заслугам. Группе наркокурьеров вынесен приговор в суде Жлобинского района. Обвиняемых задержали в ноябре прошлого года. Все они жители Мозырского района. По данным правоохранителей, главный фигурант забирал большую партию наркотиков в Минске. А в арендованном помещении фасовал товар и после вместе с подельниками распространял в крупные города Гомельской области. Суд признал всех обвиняемых виновными в незаконном обороте наркотиков в крупном размере с целью сбыта. Для троих наркокурьеров наказанием стали 8, 12 и 13 лет колонии усиленного режима. Лишь один из них признал свою вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Еще один случай зафиксирован в Гомеле. У оптового курьера интернет-магазина изъято более 720 граммов наркотиков. Мужчину поймали с поличным в начале июня в момент, когда он разместил закладки и планировал их продать. Дальнейшим оперативникам удалось не просто установить стойники, где хранились крупные партии запрещенного товара, но и изъять его. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Мешали отдыхать, за что чуть не поплатили здоровьем. Врогачой пенсионер бросал детей бутылки с водой. Основанием для разбирательства стал звонок в милицию матери 9-летнего мальчика. По ее словам, мужчина беспричинно травмировал школьника, когда тот вместе с другими ребятами играл на улице. На месте, где все происходило, были найдены пустые бутылки из-под пива и безалкогольных напитков. Именно их дебошир наполнял водой и бросал с пятого этажа. Сам пенсионер пояснил, что школьники шумели у него под окнами и мешали отдыхать, когда тот пил пиво. Поэтому и выбрал в качестве его права на подростка в такой необычный способ. В итоге, одна из бутылок попала в руку несовершеннолетнему. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Пенсионера не задерживали, однако возбудили в отношении его уголовное дело по статье 339 ГК Республики Беларусь «Хулиганство». Хотел заработать, а вместо этого стал фигурантом уголовного дела. В речице 32-летний гражданин России хотел вернуть украденного питбуля за вознаграждение. Животное было похищено возле магазина, пока хозяйка совершала покупки. Предполагаемый похититель был установлен с помощью камер видеонаблюдения. Очень быстро он сам объявился в надежде получить деньги. Однако теперь ему грозит уголовное дело. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель соберет лучших биатлонистов Беларуси. В областном центре уже завтра стартует Кубок Белорусской Федерации Биатлона. Он будет состоять из пяти этапов – одного летнего и четырех зимних. Участие в турнире примут спортсмены со всей страны. И команду Гомельской области будут представлять биатлонисты из Гомеля и Жлобина. Только в этих городах региона развивается данный вид спорта. До этого момента не было вообще ничего, кроме тира. Почему на нас обратили внимание? Несмотря на это, что не было ничего, Гомель и Жлобин все-таки взяли в прошлом сезоне много очень медалей. У нас призеры Кубков личного первенства. У нас дети в национальной сборной. Поэтому вот благодаря нашей работе вот это наконец нам построили. Поддержать юных спортсменов на трибунах могут все желающие. Для удобства будут организованы дополнительные рейсы автобуса номер 14 в вокзал Якубовка. В субботу старты начнутся в 9.50 и завершатся в 17.30. Воскресенье продолжится с 9.50 до 14.00. Открытие соревнований пройдет 10 августа. Начало в 11 часов. Сегодня матчем в Жодино стартовал 17-й тур чемпионата Беларуси по футболу Высшей Лиги. В гости к местному торпедо Беласк приехала Мозырская Славия. Автозаводцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице. Полишуки на девятом. Завтра футбольный клуб Гомель на своем поле принимает футбольный клуб Слуцк. Зелено-белых от соперника отделяет всего 4 балла и 3 строчки в турнирной таблице. Матч на поле стадиона Центральный стартует в 17.00. Хоккейный клуб Гомель завтра проведет пятый матч группового этапа розыгрыша Кубка Руслана Салея. Соперник – хоккейный клуб Бобруйск. В турнирной таблице группы Арыси располагаются на второй строке, соперник – на четвертой. Игра состоится на льду арены Металлург в Жлобине. Начало в 13.00. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры подогнал «Симон»!